Для производства чего-либо человечество уже давно использует помощников. Это машины, техника, приспособления и различные инструменты, которые ускоряют и упрощают этот самый процесс. Иногда это простые изобретения по типу машины для очистки вареных яиц, способной справиться с полтысячи единиц в час или более профессиональные, к примеру, как робот, который сажает картофель без помощи человека. Именно о таких сегодня и поговорим. Lifting Magnet Одним из самых востребованных на различных производствах давно уже стали грузоподъемные электромагниты. Их применяют в качестве грузозахватных приспособлений при разгрузке, погрузке и транспортировке изделий из феромагнитных материалов. Феромагнитные материалы — это чугун и другие магнитопроводящие стали, которые представляют собой сплавы, обладающие высокой магнитной проницаемостью и малым сопротивлением магнитному потоку. Грузоподъемный электромагнит состоит из катушки, помещенной в магнитопровод специальной формы. При протекании электрического тока через катушку возникает магнитное поле, с помощью которого захватывается ток. При отключении электропитания магнитное поле пропадает и груз отпускается. Несмотря на такой простой принцип работы, очень важно придерживаться техники безопасности. Во время включенного электромагнитного поля нельзя выполнять работы рядом с магнитом. В особенности это касается работников, в экипировке которых присутствуют детали и материалы, способные притягиваться к магниту. А в остальном это очень действенное и нужное приспособление. Корнстик экструдер Для производства кукурузных палочек не обязательно строить огромный завод или же перенимать опыт ручного приготовления у предков. Сейчас это может сделать любой с помощью экструдера. Его принцип работы очень прост. Для производства требуется сырье, то есть кукурузная крупа, которую предварительно увлажняют. После увлажнения она подается в экструдер. В результате воздействия температуры и давления при экструзии из перерабатываемого сырья испаряется влага. Изделие увеличивается в объеме в несколько раз и практически сразу высыхает. Предварительного нагрева экструдера не требуется. Рабочая температура достигается в течение 5 минут с помощью трения. Принцип работы экструдеров одинаковый, независимо от того, профессиональная эта установка или небольшая, для домашнего производства. Automatic Boiled Chicken Egg Spilling Machine Вы никогда не задумывались, как можно быстро очистить от скорлупы примерно 500 яиц за час? Естественно, для этого понадобится специальная установка, ну или пару сотен рук, но лучше первая. Специальная установка называется очень просто – машина для очистки куриных яиц. Подобные широко используются на фабриках по оптовой продаже яиц, в гостиницах, магазинах быстрого питания, в фабриках по переработке яиц, поставщиках общественного питания для авиакомпаний и во многих других случаях. Эта машина может сэкономить время и силы работников, повысить производительность очистки яиц и снизить расходы на оплату труда. Для очистки используют вибрирующие насадки, воду и, собственно, саму силу вибрации. Машина для очистки яиц выполнена в виде некоего корыта, к которому примыкает наклонный лоток. Оттуда яйца рядами подаются в открытую операционную зону. Первоначально яйца подвергаются крушению яичной скорлупы. Далее они проходят через ряды поперечных трубчатых захватов, которые очищают фрагменты скорлупы. После этого очищенные яйца подают в ячейки транспортера и поштучно сбрасываются в приемную тару. Благодаря такой установке в час можно очищать от 500 до 1000 яиц. Трак-спейд Для пересадки крупногабаритных деревьев вместе с корнем была разработана особая установка, которая может базироваться на экскаваторе-погрузчике или обычной грузовой машине. Все зависит от производителя. В этом случае на базе грузовика мы видим навесное оборудование с открывающейся рамой, снабженной гидравлическими замками. Установка размером 2,5 метра снабжена четырьмя полукруглыми лепестками, установленными на направляющих полозьях и приводящихся в движение гидравлическими цилиндрами. Эти лепестки раскрываются, чтобы аккуратно охватить столб дерева. Важно зафиксировать его внутри так называемого навесного оборудования для дальнейшей транспортировки. После оператор опускает лепестки в почву. Порядок опускания лепестков установки зависит от плотности почвы, чтобы без проблем перерезать крупные корни, камни и другой мусор, находящийся в земле. Вес установки составляет 1500 килограмм. А само пересаживаемое дерево может весить более 11 тонн. Ворген Для укладки асфальта и бетонных покрытий всегда использовали технику, но то, какой она стала сейчас, удивляет. Компания Ворген выпускает комплекс из трех машин-бетонноукладчиков. Использование трех согласованных между собой машин дает целый ряд преимуществ. Помимо тех, что непосредственно отражаются на результате укладки, огромное значение имеет упрощенное управление. При строительстве дорог с непрерывной арматурой укладка и распределение бетона зачастую производится сбоку, при помощи экскаватора, так как бетоновозы не могут выгружать бетон прямо перед комплексом машин для укладки. Но в этом случае скорость выгрузки материала намного быстрее, собственно, как и его распределение по рабочей зоне. Благодаря чему производительность выросла примерно на 40% по сравнению с укладкой бетона с помощью других установок и машин. После прохождения трех машин из комплекса бетонное покрытие считается готовым. Завершающим этапом является нанесение дисперсной смеси для защиты от непогоды. Агроинтели роботи Тотальная автоматизация рабочих процессов уже добралась и до аграрной промышленности. Компания DeWalve и Агроинтели совместно разработали автоматизированного робота Агроинтели роботи, который работает в паре с картофелесажалкой Miadema CP42. Эта разработка действительно работает. С ее помощью засадили демонстрационное поле размером в 25 гектар на международной выставке Potato Europe 21 в городе Лилистад, что находится в Нидерландах. Автономная роботизированная платформа Агроинтели роботи с четырехрядной сейлкой не просто разбрасывает картофель в хаотичном порядке. В зависимости от сорта и размера картофелин, можно выставить определенные интервалы между посадкой или же точное расстояние. Например, это может быть 20 сантиметров между картофелинами. Агроинтели роботи способен работать в паре и с другими установками для посадки различных овощей. Неизвестно, как скоро изобретение разойдется по миру, но сомнений в том, что оно эффективно и точно будет востребовано в будущем, никаких. Не забывайте ставить палец вверх, если вам понравилось это видео. Для нас очень важна обратная связь. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok